Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 18 января, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group. Начинаем с валютной пары EURUSD. Третий торговый день к ряду котировки пары удерживаются в узком боковике, указывая на неопределенность рынка. При этом и сегодня торговая активность может оставаться умеренной. Однонаправленного ценового движения все еще нет, что указывает на неопределенность рынка. При этом открытый интерес и объемы торгов увеличиваются. Волатильность торгов достигла рекордного минимума, что существенно увеличивает риск появления сильного ценового движения. Лишь возврат цены под уровень поддержки 1.1380 укажет на готовность продавцов возобновить снижение. А сейчас перейдем к валютной паре фунт-доллар. Публикация неожиданно слабых данных по розничным продажам в Британии не оказала давления на пару, но покупки остаются нецелесообразными, так как риск дальнейшего снижения увеличивается. Укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов, указывая на преимущество продавцов. В четверг торговая активность значительно увеличилась, но и сегодня она может оставаться выше среднего показателя за неделю. Лишь пробой поддержки в отметке 1.2915 позволит рассчитывать на возобновление нисходящего движения. А сейчас перейдем к валютной паре доллар США-канадский доллар. Существенных изменений в общей динамике торгов не произошло. Все еще наблюдаем боковое ценовое движение, указывающее на неопределенность рынка. Но возврат цены под уровень 1.3235 может спровоцировать сильное нисходящее движение. Котировки пары удерживаются в узком боковике, указывая на неопределенность рынка. При этом открытый интерес продолжает снижаться. Валютность торгов остается ниже среднего показателя за месяц, что увеличивает вероятность появления сильного однонаправленного ценового движения. Сложно определить дальнейшее направление цены, но все еще есть риск появления очередной волны распродаж. А сейчас придем к событиям сегодняшнего дня. Дональд Трамп и Тереза Мэй не посетят форум в Давосе. Если британский премьер-министр вынужден работать над критически важным соглашением по Brexit, то американский президент отменил поездку делегации на Всемирный экономический форум в связи с внутренними проблемами, связанные с бюджетом и временной переостановкой финансирования федеральных учреждений. На этом у меня все. Благодарю за внимание и оставайтесь в фокусе с компанией FIBA Group. Субтитры создавал DimaTorzok FIBA Group. Ваша финансовая группа поддержки.